В жизни народа Сегодня новое поколение уже не знает, как праздновать главные когда-то для советского общества даты. Зато с запада к нам пришли неведанные до сели торжества. Но сегодня происходят процессы, когда известные столетиями праздники переосмысляются, приобретая новое внутреннее содержание. Таким торжеством можно назвать День Крещения Руси. Сейчас, можно сказать, идет второе крещение Руси. Мы пожинаем плоды века 20-го, века атеистического. И вот сейчас практически перед каждым взрослым человеком стоит некий нравственно-религиозный выбор. Так кто же я на самом деле? То, что было и в веке 10-м, и происходит в веке 21-м. Сегодня День Крещения Руси входит в разряд церковно-государственных праздников. Десять лет назад в федеральном законодательстве было закреплено то, что это событие оказало огромное влияние на формирование нашего государства и этноса. Так что празднование не ограничивается храмовыми богослужениями, но проходит ежегодно во многих учреждениях культуры. Но особенно интересно, как это отдаленное во времени событие становится семейным праздником, важной датой в личной истории современных православных христиан. Расскажу про себя. Сам крестился в 33 года. Почему-то со временем вот встал тот самый выбор. А кто же я? Где же моя точка идентичности? Где вечность? Кто вечность? И вот лично меня, как простого человека, это и привело в конечном итоге к крещению. Одна из традиций новейшего времени, связанная с выбором князя Владимира, принятие православия и крещения именно в этот день. Это может быть таинство в храме для одного человека или же коллективное крещение в водах сибирских рек. Ежегодно обряд совершается и близ Красноярска, на реке Мана. Таким образом, современные православные устанавливают символическую связь с истоками христианства на нашей земле. Я со вторым сыном разговаривал, он у меня 11 класс заканчивает, я говорю, сынок, что ты можешь сказать о крещении Руси? Он очень удивился, вот мы с ним подискутировали. И, вы знаете, я очень рад, что он мне сказал, ты знаешь, пап, я считаю, что если бы не было крещения Руси, не было бы меня в принципе. Вот тот культурный код мы как раз получили тогда, из Киева. И ведь даже само слово культура в корне своем имеет слово культ, основа всего. Казалось бы, церковные традиции незыблемые, а праздники мы отмечаем так, как было это предписано столетия назад. Но реальность показывает, что народ в своей вере создает новые формы, наделяя их евангельским содержанием. И этот творческий процесс сопровождал православие на всем протяжении истории церкви. Редактор субтитров А.Семкин